Цыплят по осени. Итоги экономического развития уже сегодня. Пандемийное время вносит свои коррективы не только в проведение праздников и массовых мероприятий. Социальная направленность экономики всей страны и региона заставляет власти принимать решения в авральном режиме. Предварительные итоги первого полугодия 2021-го подвели сегодня. Малопонятные цифры на язык людей Татьяна Молкова перевела. В регионе за истекшие 6 месяцев отмечен рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Увеличение оборота розничной торговли. Эти направления стали драйверами экономики. Практически до пандемийного уровня восстановилась экономическая активность в строительстве. Незначительно, но растет и экспорт. Здесь в лидерах кондитеры и химики снижается и кредитная нагрузка на экономику региона. Снизился госдолг республики. О бюджетных перспективах министр финансов. Концидерный бюджет на сегодня по доходам исполнен 59,7. Год назад был 53,9. То есть на 5,8% исполнение идет лучше. При том, что в абсолютном выражении плановое назначение больше. Республиканский бюджет на сегодняшний день 61,1%. Исполнение год назад было 55,8%. В этих не всем понятных цифрах главное. Рост заработной платы, выплаты пособий на детей до 7 лет и школьникам. Это тоже сказывается на экономике региона. Продолжается и работа в рамках национальных проектов. Ремонтируют дороги, сельские дома, культуры, детские сады и школы. Поддержка малого и среднего бизнеса помогает не свалиться в яму безработицы, которые пугали еще в начале года. Да, в целом идет позитивная динамика относительно прошлых годов. Но в целом мы с вами обсуждали на разных площадках. Но не менее важным остается задача не расслабляться на позитивных тенденциях, а доработать все запланированные мероприятия до конца года. Сделать их таким образом, чтобы результат этих мероприятий был качественным. Но и самое главное, чтобы люди это качество почувствовали в виде конкретных изменений. Окончательные экономические итоги подведут перед тем, как сесть за праздничный стол 31 декабря 2021. Что будет на столе и какие будут загаданы желания на 2022, покажет время и финансовые отчеты специалистов, аналитиков и простых граждан. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова